В Дальнегорске возбуждено уголовное дело по факту гибели двух несовершеннолетних, смерть которых наступила в результате утопления во время купания. Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 109 Уголовного кодекса Российской Федерации, причинение смерти по неосторожности двум или более лицам. По версии следствия, 3 августа в Дальнегорске Приморского края двое 15-летних подростков ушли гулять в неизвестном направлении. После того, как дети не вернулись в вечернее время, родители последних предприняли попытку установить местонахождение детей, после чего обратились в правоохранительные органы. В результате разыскных мероприятий в районе водоохранной зоны Горбушинского водохранилища, где купание запрещено, обнаружены личные вещи и сотовые телефоны подростков. В настоящее время тела несовершеннолетних извлечены со дна водохранилища. Расследование уголовного дела продолжается. На месте происшествия работают следователи, проводится комплекс следственных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. Свою проверку организовала также прокуратура города Дальнегорска. 7 тысяч тонн овощей и картофеля собрали сельхозпроизводители Приморья. По словам специалистов, отсутствие в этом году засухи благоприятно влияет на урожай. По информации Министерства сельского хозяйства Приморского края, на сегодняшний день аграрии убрали 194 гектара овощей и 143 гектара картофеля. Специалисты отмечают высокую урожайность по сравнению с прошлым годом. Она составила 208 и 212 центнеров с гектара соответственно. Также сельхозпроизводители края убрали 10 тысяч гектаров ранних зерновых культур, выполнив план на 25%. Отметим, на данный момент самообеспечение Приморья овощами составляет почти 55%. Увеличение объемов продукции собственного производства – главная задача продовольственной безопасности региона в условиях санкций. Лето – это не только время для отдыха на природе, семейных поездок к морю и других развлечений. Для родителей, чьи дети идут в первый класс или уже обучаются в школе, это время для приобретения необходимых товаров для учебы. Мы решили разобраться, какую сумму придется отдать родителям первоклашек, чтобы собрать любимое чадо к новому учебному году. Собрать ребенка в первый класс обходится в круглую сумму. Это необходимая канцелярия, тетради и учебные материалы, портфель, физкультурная и являющаяся обязательной в некоторых учебных заведениях школьные формы. Мы прошли по торговым сетям и точкам города, чтобы оценить, сколько стоит в Дальнегорске тот необходимый минимум товаров к школе. Мы узнали, что входит в необходимый набор первоклассника в одной из школ округа. Он состоит из 10 тетрадей, по 5 в линейку и клетку, и обложки к ним. Мягкий пенал, папка для тетрадей, два карандаша и две ручки. Ластик, линейка, точилка, а также ножницы и альбом с красками и кисточками. Для уроков труда потребуется цветная бумага и набор цветного и белого картона, пластилин и клеенка для занятий. В список обязательных принадлежностей входит и металлический конструктор. На просторах интернета стала распространяться информация, связанная с тем, что в летний период школьные товары якобы подскочили в цене на 200 и более процентов. Посетив популярные торговые точки и сети, мы узнали у предпринимателей, так ли это на самом деле. Как рассказала директор одного из магазинов канцелярских товаров, в цене выросла бумажная продукция – дневники, альбомы, тетради и наборы картона и бумаги для творчества. Связано это не с предстоящим сезоном покупок к школе, а с нехваткой бели для бумажной продукции. И тенденция роста цен возникла в период ввода санкций. Всего же цены поднялись примерно на 50%. Если же ранее тетрадь в клетку или линейку можно было приобрести за 5 рублей, сейчас она стоит 7-8 рублей. Подорожали в цене и импортные товары. Например, корейские ручки с 35 до 55 рублей. Остальные товары можно приобрести практически по прошлогодней цене. Так за самую дешевую ручку придется отдать 10 рублей. За карандаш в районе 15. Если собрать школьную корзину первоклассника, исходя из минимальных цен, на канцелярские принадлежности понадобится около 2,5 тысяч. И это не считая школьной и спортивной формы. И, конечно же, портфеля. Разброс цен на который нас особенно удивил. В продаже огромное разнообразие. От жестких с эргономичной спинкой для правильной осанки до простых рюкзаков с одним отделом. Цены колеблются от 900 рублей за самый простой вариант и до 7,5 тысяч. Если брать средний вариант, а для первоклассника такая нагрузка, как каждодневное ношение учебников за спиной в новинку, то и брать следует с жесткой спинкой, чтобы у ребенка в будущем не было проблем с осанкой. Такой экземпляр опустошит кошелек родителей на сумму около 3,5 тысяч рублей. Что касается школьной формы, тут уже дело вкуса и, конечно, устава школы, где прописаны основные правила. Если брать готовый вариант, а не обращаться к швее, за форму для девочек выйдет сумма в 4,5 тысячи рублей. Сюда входит несколько рубашек, юбка и сарафан, а также обувь. Для мальчика сумма в районе 4 тысяч, брюки, несколько рубашек и обувь. За спортивную форму еще около 3 тысяч. Всего выходит 13,5 тысяч для девочки и 13 тысяч для мальчика. И это необходимый минимум, причем по скромным ценам и без излишеств. Дорого сейчас собрать ребенка в школу? Вы уже начали подготовку к учебному году в плане покупок все необходимые канцелярии, вещей? Да уже давно. Поделитесь, пожалуйста, вообще дорого сейчас ребенка отправить в школу? Может быть, по ценам как-то расскажете? Не знаю. Мы с женой вдвоем работаем, нам денег хватает, детей собрать. Не знаю, вроде бы не сильно, очень дорого. Ну, а может быть, сумму скажете примерно, вот сколько у вас обошлось собрать ребенка? Ой, даже по вещам или по учебникам. Ну, вот если все вместе, например, взять, можно по отдельным категориям? Ну, в пределах, наверное, 20 тысяч мы ложились. Где-то так. Это на одного ребенка, да? Ну да. Нет, на одного, где-то, ну да, приемлемо, приемлемо еще. А заметили ли вы повышение цен, может быть, с прошлым годом? Существенное или все-таки все как-то держится на одном уровне? Там по-разному. Где-то что-то повысилось, где-то наоборот что-то понизилось. Такое. Ну, существенное повышение года. Да. Начали уже подготовку к школе в плане закупки вот всех необходимых принадлежностей? Да, мама там, мама занимается, я бабушка. Ну, а может быть, знаете примерно вот во сколько сейчас выходит собрать ребенка к учебному году? Ну, я знаю, что очень дорого. Мне дочь говорит, что все дорого. Мы вчера с ним смотрели, у него там все. Ну, уже все готово, что ли. Ну, дорого. Примерно какая цена? Ну, она уже затратила вот на канцелярию где-то, наверное, тысячи три, наверное, мне кажется. Потому что у него там много всего форма, еще так пойдет у него. Рюкзак тоже у него хороший, еще так пойдет тоже. Поэтому так вот все. В Дальнегорске за предыдущий месяц зафиксировано снижение пожаров по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Всего за июль пожарные выезжали на тушение возгораний 10 раз. Подробнее об этом и о статистике пожаров за 7 месяцев текущего года рассказал директор отряда противопожарной службы номер 9 по охране Дальнегорского городского округа Владимир Исаев. Подразделения пожарной охраны за текущий месяц выезжали на пожары 10 раз. В прошлом году за этот же месяц мы выезжали 17 раз. Если брать количество пожаров с начала года, то в настоящее время мы выезжали 193 раза на пожар. В прошлом году 255. У нас идет хорошее снижение. На пожарах в этом месяце допущена у нас одна гибель и один человек пострадал на пожаре. Если брать по сравнению с прошлым годом, то в прошлом году у нас на этот момент было погибших 2 человека, 4 получила травмы. В настоящее время у нас сложилась такая погода, очень влажная, теплая, идет дождь, идет потом светит солнце, очень сильно растет трава, быстро и она достаточно высокая. Поэтому хотелось бы обратиться гражданам, которые проживают на дачных участках, которые живут в частных жилых домах, к ТСЖ обратиться, что в этот момент необходимо ее скашивать. Не дожидаться, когда у нас придет осень, когда эту траву уже невозможно будет скосить, а сейчас скашивать территорию вокруг забора, скашивать вокруг придомовых территорий. Делать все, чтобы огонь, который может прийти со стороны, не перекинулся на ваше жилье, на ваши заборы и на ваши придомовые участки. Филиал Владивостокского базового медицинского колледжа в Дальнегорске откроет свои двери для студентов уже в этом году. Но несмотря на то, что до конца приемной кампании остается около двух недель, на сегодняшний день подано более 100 заявлений о поступлении, что в два раза превышает квоту на выделенные места. Подробнее об этом рассказала заведующая филиалом ВБМК в городе Дальнегорск Елена Полякова. На сегодняшний день у нас получилось 46 бюджетных заявлений и 55 внебюджетных заявлений. При госзадании 20 бюджетных мест и 25 внебюджетных мест. То есть конкурс уже есть. Но шансы не надо упускать, надо прийти и испытать, как говорится, попробовать. Идут не то чтобы с большим желанием, они прям с сорвением с каким-то таким идут и боятся. Все дрожат, я не знаю, я думаю, 1 сентября придется выдерживать такой штурм тех, кто не попал. Но для нас это хорошие будут посылы такие на задел. Мы будем знать, что на следующий год у нас тоже претенденты будут, что мы не останемся с пустыми партами, что будет кого опять на первый курс зачислить. И всем, я говорю, вы не переживайте, не волнуйтесь, в этом году не получилось, на следующий год вы обязательно поступите. Почему ажиотаж такой? Потому что это было долгожданное, скажем, событие по открытию Медколледжа. Вот, и Лев Николаевич приезжал к Жемяко, недавно мы вот встречались с ним. Он был так рад, вот на День Металлурга, это еще одна из новостей таких прекрасных в Дальнегорске, что город развивается, эта же статусность наша повышается, собственно говоря. И желающих настолько много, что мы не ожидали, что вот 20 бюджетных мест, они будут наполнены конкурсом, 2 человека на место. И 25 в небюджетных, там уже 3 человека на место. Конкурс чуть-чуть понижен, а не в бюджете, вот, потому что это платное будет обучение, поэтому слегка нет, чуть, ну, на несколько баллов. Но все идут с хорошими аттестатами, поэтому такая битва прям, гонка героев, скажем так, за диплом. Вот, ну, мы рады. 1 сентября приступим, значит, к учебе, занятиям, преподаватели тоже уже готовы. В общем-то, 20-го приезжает руководитель, 19 августа заканчивает работу приемная комиссия. Вот, наполняемся и приступаем уже к формированию классов, к началу учебного года готовим и литературу, методическую, весь наглядный материал, отмываем классы после ремонта. Ну, тут такой хоть косметический был ремонт, но очень хороший, свежий, прекрасный. В БМК нам уже, правило, мы уже встретили первую машину с партами, со стульями. Это вообще прям аж мурашки по коже, что начинаем. Прям аж приятно очень, что нас поддерживает ВБМК. И приедет Шарафудина Маргарита Викторовна, вот, наш руководитель, с грамотными методистами, которые обучат, расскажут по учебному процессу, именно по тематическим, по учебным планам. Немножко ведут в коже с дела. Опыт работы в области педагогики у меня, ну, как бы, есть, но в такой области не было, поэтому я сама с удовольствием буду впитываться, буду учиться, научусь новому чему-то и буду рада видеть здесь, в своих стенах студентов. Для студентов в БМК предусмотрено обучение в вечерней форме. Это большой плюс для работающего населения, которое и составляет 90% всех абитуриентов. Пока все такие, вот, с осознанным выбором, уже повторюсь, я в первом интере об этом говорила, мне нравится, что люди, устоявшиеся и с устоявшейся психикой, с устоявшимися целями своими, вот, и им будет очень интересно учиться, потому что они, это их цель, сказали, что, вот, многие подходят и сказали, что это была цель чуть ли не всей их жизни, вот, ну, не было возможности выехать за пределы города, как бы, учитывая, ну, какой город маленький, и мы далеко находимся. Вот, в основном поступили все уже взрослые с детьми, уже есть детки, и бросить семью, как бы, это сложно, чтобы уехать куда-то поучиться. Будет учиться с удовольствием. Выпускники есть, но их немного, вообще совсем немного, где-то, ну, плюс-минус 5-10 человек, вот, совсем чуть-чуть, капелька такая. Я так думаю, что молодежь сейчас более амбициозная такая, и, ну, как-то они свои возможности и знания хотят проверить, именно выезжая за пределы города. Вот, и еще обучение ведь вечернее, оно предполагает, что студент будет и работать, и учиться, а тем детям, которые, вот, были вчерашними школьниками, ну, как он, куда он устроится? Он будет пробоваться где-то поступить за пределами города нашего, конечно. Поэтому мы и не ждали такой аудитории. Вот. Когда на базе 9 мы откроемся, это в планах, и мы при встрече с губернатором, мы проговорили о своих планах, о перспективах, и это, ну, хороший тоже такой задел. Но у нас стартовая площадка, как идет в вечернике, я так думаю, что в дальнейшем Олег Николаевич одобрил наш этот проект, и он с удовольствием его поддержит, не только на словах, но и, как говорится, на деле. Вот. И вот когда на базе 9 будет, тогда мы наполним именно молодежью, молодыми специалистами, свежими умами. Все равно они лучше схватывают, лучше усваивают программу. Вот. Но не хочу огульно говорить тех, кто поступил сейчас, вот, 20-го будут списки. Они, хоть где-то у них и знаний, быть может, школьных выветрились, да, они, но зато у них профессиональные приобрелись. Потому что в основном, основной контингент, работающие на территории ЛЦГБ, то есть в сфере медицины, в области медицины, у них какой-то опыт, то есть руки не дрожат при виде крови, шприца. Вот. Поэтому ждем всех. Ну, и если вот сейчас по 19-е добавятся абитуриенты, ну, будем стараться как-то вместить всех, никому не отказать. Если говорить коротко, это все значимые события дня. До свидания. Спасибо, что вы с нами. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин